Хочу дожить до пенсии! Хочу дожить до пенсии! Шарики в руках и крики отчаяния. Так в Красноярске стартовал митинг против пенсионной реформы. Незанкционированная акция прошла на Красной площади. Посчитать пришедших на акцию было сложно. На площади власти экстренно устроили спортивный праздник с громкой музыкой, чтобы заглушить выкрики. А полиция пыталась убедить разойтись. Но в ответ люди кричали «позор». Предлагаю вам прекратить данную роль, так и данные действия у вас не согласованы. Впрочем, акция против пенсионной реформы быстро превратилась в митинг против правительства. Люди своего недовольства не скрывали и через час от Красной площади колонной двинулись по центру города. По пути срывали плакаты и выкрикивали требования. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Полительство в отставку! Но если в Красноярске митинг всё же прошёл довольно спокойно, всего трое задержанных, то в других городах. Тех, кто пришёл выступить против пенсионной реформы, пытались заглушить отрядами ОМОНа. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге. По разным данным, до 500 человек. Полицейские взрывали дымовые шашки и крутили всех подряд, включая стариков и детей. Эти кадры сейчас обсуждает весь интернет. В автозак ведут 10-летнего мальчика. Он плачет. В Екатеринбурге и Омске задержали и журналистов. Шесть человек. В целом, по всей стране в отделениях полиции оказались 839 человек. «Смотря на то, что полиция не очень, но, видимо, сегодня настроена доброжелательно, пожалуйста, не толпайте сотрудников руками, не прибирайтесь с ними. И если вас будут задерживать, не сопротивляйтесь». Владимир Жириновский тоже отличился в столице. В интернет попало видео, как политик набросился на одного из митингующих. Кроме кулаков, в ход шли ботинки. Вообще, такое поведение Жириновского на митинге крайне странно, учитывая, что всю предвыборную кампанию ЛДПР строила на теме пенсионной реформы. Мол, мы тоже с вами. Кстати, второе чтение закона пройдет уже совсем скоро. Очевидно, что люди недовольны. И даже заявление президента их не успокоило. Екатерина Широкова, Сергей Малафеев, Александр Тропин. Новости ТВК.